хочу еще вам показать одну интересную штуку посмотрите вот такой вот набор за 6 фунтов это килограмм рыбы вот такой вот видите я сегодня купила как оказалось это здесь рыбаки местные которые маленькими лодочками ходят ловят эту рыбу и вот они ее сдают и значит вот в такие вот коробки упаковать сейчас открою покажу вам что именно здесь есть какая рыбка так надо ножик взять ну вот я открыла смотрите значит здесь вот такие вот раз два две большущие комбалки вот я так полагаю что большие они все-таки дальше скумбрия вот такая вот большая и дальше селедочка и сардинки раз-два три сардинки 4 сардинки вроде бы как она свежая но написано до 23 июня у нее срок годности а сегодня у нас 22 так что надо ее срочно готовить я рыбу обожаю поэтому очень довольна вот такой покупки и вот раньше я таких не встречала больших наборов сбор рыбы а сейчас сказали что вот рыбаки связи с этим коронавирусом они наверное уже не сдают эту рыбу никуда не в рестораны никуда и они ее вот сами так вот формируют в такие упаковки и продают интересно и еще хочу одну вам показать хорошую такую штуку вот посмотрите это это плавники палтуса плавники палтуса они недорогие вот видите здесь 140 грамм правда мало совсем но тем не менее 74 пенса стоит или 525 за килограмм вот именно плавники ну вот такой вот плавник он очень жирный тоже большой него можно поджарить полезная еда целого палтуса к сожалению нет сейчас нигде а вот хоть плавник я нашла до интересное дело сейчас еще покажу одну вещь вот такую сегодня еще купила штуку посмотрите можете сразу догадаться те кто не знает английского языка что это такое вот похоже на рыбу да и я кстати тоже что-то все время проходила мимо не обращала внимание думала рыба тоже какая-то за фасованная оказывается это окс трайп окс это бык а трайп это рубец то есть рубец быка ну или если по нашему по простому то это называется три буха и вот на дону у нас эту три буху мы обожали но она продавалась огромными такими знаете кусками грязная вся ее надо было еще чистить долго возиться с ней а здесь конечно кусочек маленький но он уже очищенный все и вот стоит 390 грамм на фунт 76 вот видите да то есть попробую с удовольствием прям вспомню молодость вот такой вот рубец быка тоже иногда бывает но это крайне редко вы знаете вот так вот такие вот вещи мне попадаются хотела с поделиться и вам показать я открыла хочу все же вам достать чтобы может быть если кто-то не знает что это такое то чтобы поняли вот видите ну вот такой вот рубец три буха маленький кусочек вот один и вот второй ну ничего так вы знаете в охотку будет просто прелесть мало того вы знаете что еще хочу вам рассказать мы же обычно эту три буху вот как мы ее просто варили как как суп с бульоном и бульон поедался на ура вкусный но невозможно пальчики оближешь кто знает так вот когда я стала читать я заинтересовалась думаю надо же и здесь в англии три буху кушают я стала читать тут написано способ приготовления и что меня больше всего удивило то что они предлагают варить это в молоке внутри эти молоко или воду доведите до кипения вытащите вот этот рубец и положите его и оставьте на 15-20 минут на медленном огне варится они предлагают в молоке ну или в воде но ни в какой не суп ничего просто как бы вы вот отвариваете но вот интересно что предлагается в молоке никогда я не пробовала варить три буху в молоке даже сестре расскажу она у меня тоже любитель три бухи но интересное дело что варить в молоке попробуем как говорится век живи век учись что касаемо рыбы то я знаете как сделаю я вот этот вот ёршик камбала у нас по-северному называется ёршик я же тоже еще и северянка с некоторых пор так вот я этот ёршик я его пожарю а вот а вот эту всю рыбу и скумбрию и селёдку и конечно же сардинку и я ее всю засолю по моему тоже вам показывала но кто не не видел еще как я солю я скину вам пожалуйста посмотрите вот у меня такой улов сегодня супер но и это еще не все смотрите дальше что я еще сегодня нашла купила сегодня также си фуд селекшн набор морская еда в общем сегодня у меня такой знаете сплошной рыбный день вот здесь вот так что здесь у нас сколько грамм си фуд сейчас посмотрим рэди кукерс 350 грамм вот такой вот пакет он стоит довольно дорого он стоит 350 3 фунта 50 и здесь видите крупные клеветки меленькие кольца кальмара и так же эти вот мидии ракушки морские бывает более такой знаете много разного всякого ну в основном вот тоже кальмары креветки и разные еще эти вот морские раковины это вот тоже супер но это я не раскрываю это я спрячу потому что куда же так что еще смотрите я сегодня искала искала как трудно здесь натуральное масло найти сливочное масло натуральное чтобы было очень трудно найти если я раньше в россии по госту ориентировалась там по моему гост что такое 80 процентов жира говорили что это вроде как уже масло ну вот здесь вот я знаю что мой муж всегда британский он как-то более больше меня разбирался он покупал вот именно масло вот в таких брикетах 250 граммовый брикет солтед батта ну то есть соленое масло почему-то и одно и второе ансолдед не соленое я не нашла и стоит это упаковочка масло 250 грамм фунт 90 то есть на наши деньги будет сразу скажу вам 180 рублей 250 грамм я не знаю какие цены у вас на масло натуральное ли это масло ну вот нет это еще кстати из дорогих таких и как вот я говорю что более-менее почему я вам обращаю внимание на это масло сливочное вы знаете вычитала недавно что оказывается что масло нужно есть вообще в больших количествах тоже после 50 лет потому что она улучшает память точно так же как и сало сало надо кушать и она никакой холестерин там холестерин только полезный получается ну в общем понимаете все что нам раньше говорили забудьте называется и то же самое касается вот подсолнечного масла я купила оливковое экстра экстра джим оливковое масло вот такая вот бутылочка 750 миллилитров стоит она 250 2 фунта 50 ну то умножайте опять на 90 считайте сколько получится почему я стала покупать только такое я раньше покупала по моему вам показывала рассказывала что я как-то предпочитала жарить готовить на масле кукурузном но вот опять узнала что нет не надо кукурузное масло оно вредное вот в нем там неправильный холестерин и ничего хорошего нет а вот именно омега-3 кислоты они все в оливковом масле ну наверное все давно знаем что оливковое масло самое полезное ну надо было еще раз убедиться поэтому теперь перехожу на оливковое масло буду кушать также сливочное масло чего я вам всем советую дальше больше сегодня у нас только правильная еда вот я купила грецкие орехи в упаковочке тоже довольно дорого они здесь стоят вот такая упаковка сейчас скажу вам 200 грамм стоит 2,60 вот такие вот чищенные грецкие орехи да купила очень много помидоров помидоры сказали тоже надо кушать постоянно просто грызите даже без салатов просто посыпайте солью кушайте, кушайте, кушайте тоже очень полезно впрочем точно так же как и яблоки яблоки надо кушать 2-4 штучки в день мы же переходим с вами на летнюю диету вот я вам это все и рассказываю вот такая упаковочка яблок сколько здесь грамм у нас пойди найди еще сколько грамм не знаю, написано 6 штук 6 вот таких вот средних яблок фунт 70 стоит вот эта упаковка дальше я купила вот такие вот абрикосы сухие абрикосы курага тоже полезная для сердца я купила также конечно же чернослив сразу показываю вам и чернослив тоже очень хороший вот в таких вот упаковочках этот чернослив здесь полкило 500 грамм а стоит он, не помню но что-то тоже что-то два с чем-то не помню точно честно сказать не буду я вас тут вводить в заблуждение вот такие у меня сегодня покупки друзья поделилась, рассказала ну и потом я стала покупать вот такие вот органик яйца то есть органические у которых очень яркий такой желтый желток потому что я раньше покупала другие вот такие я покупала всегда 15 штук фунт 10 они стоят и вроде как я на них там готовила что-то такое а потом тут разбила себе хотела яичницу пожарить разбила пару яиц а они вообще желтки бледные вот такого цвета как вот эта вот бумага я решила нет уж извините я лучше теперь буду покупать органик курочки под солнцем ходят и это с фермы яйца намного лучше орехи я кушаю всегда в больших количествах вот у меня также миндальные орехи такая упаковочка тоже помимо грецких 200 грамм и она тоже в такую же цену по-моему 210 стоит 200 грамм вот таких миндальных орехов очень все это полезно и нужно переходить на полезную еду друзья ну вы знаете наверное без меня у нас сколько только говорено переговорено про эту минералку кто-то говорит с газом пить нельзя пейте простую без газа кто-то говорит нет, надо пить с газом с газом вкуснее а я всегда пила с газом и дальше буду с газом пить вкуснятина и поверьте моей интуиции минералка с газом намного лучше и полезнее это уж точно дальше обязательно я ем чайную ложку кунжута каждое утро вы знаете кунжут он снижает артериальное давление и вообще женщинам бальзаковского возраста бальзаковского но бальзаковский сейчас не тот что был раньше был раньше 30 плюс а сейчас 50 плюс у нас бальзаковский так вот таких женщин бальзаковского возраста друзья пожалуйста кушайте вот эти вот семена кунжута очень полезно для здоровья а еще посмотрите как я прикольно сделала вот эту вот раковину жемчужинку туда посадила внутрь видите здорово помните нашла на берегу вот такую я раньше из такой вот раковины делала пепельницу а потом делала знаете еще что такие вот как бы типа фигурки композиции брала краба большого вот примерно такого это у меня только клешня осталась а были крабы сейчас покажу так подождите где мои крабы где мои крабы не вижу так сейчас поищем поищем где-то были крабы вот морскую звезду вижу а крабов ага ну вот я нашла краба смотрите вот такой вот у меня засушенный уже высушенный и покрашенный даже уже лаком и вот я вы знаете раньше когда поделками серьезно занималась ну не такого огромного краба но чуть-чуть поменьше я находила я его вот сюда вот благополучно усаживала в раковину в эту такую представляете я его прикрепляла там красиво в общем все делала как положено и вот вот такие вот поделки потом я выставляла на аукцион на продажу у нас на сайте и они у меня уходили на ура за 5 фунтов вот вот такие вот штучки ну вроде бы как понимаете бесплатно бесплатно то бесплатно все я находила но вы знаете столько возни что я решила что овчинка не стоит выделки 5 фунтов это очень мало ну кто-то мне говорил а что вы так дешево могли бы вот за 20 да можно и за 20 и за 30 конечно предложить но вряд ли кто-то купит понимаете ли так что теперь это у меня будет здесь стоять просто радовать мой глаз вот такие вот поделки да спрашивайте у меня ну я вам и показываю поделки вообще огромное яйцо я нашла посмотрите да просто лежала здесь на прохожей части лежала просто на тротуаре это наверное все таки не лебединое а гусиное яйцо и что вы прикажете мне с ним делать теперь оставить его на тротуаре здесь разобьется кто потерял яйцо сознавайтесь птицы я уже своих гусей давно не прихожу кормить а вот здесь вот видите девочка кормит гуси снова прилетели сюда к нам в огромном количестве вот эти канадские гуси очень красивые шумные сейчас какой-то тут опять затеяли спор долго шумели ну вот а лебедей что-то я сегодня много не вижу на нашем пруду ну вот красиво конечно то что птицы здесь у нас постоянно но то что они посмотрите какую грязь здесь разводят очень сильно а вот еще обратите внимание кто-то яйцо потерял это просто интересно чье это яйцо и почему оно здесь огромное яйцо надо что-то Hasta приш или Субтитры создавал DimaTorzok